Давайте теперь решим такую задачу. Пусть у нас имеется какой-то треугольник. Неизвестно какой. Абольца. Ничего вам про него не знаю. Но у него имеется меньше какой-то угол. Меньше. Ну, мы его упорядочим в порядке возрастаем. Назовем меньше, средний и больше. Ну, может быть, даже одинаковые. Ну, просто мы их расположим, чтобы они не убывали. То есть, возьмем эти самые три числа, три угла и отсортируем. Теперь у меня вопрос. Значит, какие значения может принимать меньше угол треугольника, средний и больше угол? То есть, например, может ли меньше угол треугольник 90 градусов? Нет. Почему? А 90 градусов... Потому что если угол треугольник 90 градусов, то средний и больше, были бы тоже больше 90 градусов. Значит, не все значения возможны. Вопрос у меня такой. Нужно понять, написать поменьше, средний и больше, какие значения возможны, а какие нет. То есть, что вообще в принципе, какие могут быть в разных треугольниках меньше угол? То есть, что про них? То есть, научно говоря, мы рассматриваем множество всех первоугольников и множество всех меньших уголов этих треугольников. Для каждого треугольника мы записываем, чему равен его меньший угол. И смотрим, что там получается. Каким может быть меньший угол, каким может быть средний угол, и каким может быть больший угол. А градусы обязательно должны быть целые? Нет, не обязательно. Не обязательно целые число градусов. Просто надо написать условия. Условия задать то множество всех уголов, которые могут получиться на языке. Не больше 90 градусов. Потому что, если можно было больше 90 градусов, то и два других были бы больше 90 градусов. И всего получилось больше 180. Больше 0. Больше 0. Ну... Теперь вам, значит, это понятно. Потому что меньший угол у треугольника не может быть более 90 градусов. Он будет вот тогда самым большим. Ну, естественно, больше 0. Но все ли варианты здесь возможны? Не все. А если... Все, да. Надо сказать, какие у вас можно? От 0 до 60. Хорошо. Ну, это 60. Если больше 60... Значит, почему не можно больше 60? Возьмем, знаю, что это один градус. Тогда... Возьмем. 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 Н И в сумме получится больше, чем 100%. Больше 40% он быть не может. Теперь надо объяснить, почему мы все эти варианты возможны. Надо привести пример треугольника, у которого там меньше угол, там я не знаю, сколько угодно градусов. Один градус, пять градусов. Семьдесят пятьдесят девять градусов. Как это будет? Если мы хотим, чтобы был один угол в один градус, что мы делаем? Если угол в один градус, то, по-моему, один угол будет сто семьдесят девять градусов. Да. Значит, это может быть целью, это меньше, чем... Ну вот у нас есть угол в один градус. Маленький, маленький. Я как вам гадаю, стрессовать, но какой-то угол. И как же вам расстроить угол, чтобы он был в меньшем угол? То, что меньше угол. Ну, по-моему, по-моему, может быть, не можно больше, чем, если нигде, делить на два. Чем более. Ну ладно. Значит, нам надо построить треугольник с угол под один градус. Что это у кого надо делать? Какие у него тут уголы? Один градус? Семьдесят семь градусов и два градуса. Один градус. Один градус. Семьдесят семь градусов. Сто семьдесят семь. Сто семьдесят семь. Сто семь семь, я думаю. А, ну вы хотите прямо так сделать. Но можно было бы так, что проще, можно было бы сделать его равномерно. Вот этот угол в один градус. Просто построили равномерный треугольник. Тогда на два другие придется сто семьдесят девять. Семьдесят семь. Семьдесят семь. Семьдесят семь. Семьдесят семь. Допустим четыре нуля. Тогда сто восемьдесят минус ноль, миллионер один. Это сколько будет? Это ... Можете вычислить? Сто семьдесят семь. Семьдесят девять целых. Сто семьдесят девять целых. И сколько? С девять, по пять девяток. Сколько девяток? Вот только вопрос. Сейчас. Вот это сложный вопрос. Сколько же от особых девяток? Пять девяток. Четыре. Четыре или пять девяток? Если было четыре нуля и единица. Можете вы умеем разделить пополам? Это... В уме. Кто может в уме разделить 179 и пять девяток пополам? Это восемьдесят восемьдесят. Но вот мы из 179 вычислили 0,0,0,0,1. Значит, если мы делим пополам, нужно из половины, то есть из девяностых. Вычислить половину вот этого. Половина вот этого, это больше что? Это... Ноль... Напишите. Половина этого будет 0,0,0,0,0. И вместо единицы будет 0,5. Теперь если мы из девяностого вычислим вот это, то что было? Я начала восемьдесят, девять, девять и пять. Так или иначе, мы можем, если мы хотим построить угол альфа, чтобы был меньше угол. Мы можем построить одноугольник. Здесь будет тогда... Если здесь альфа, то здесь будет 90 минус альфа вала, и 90 минус альфа вала. И так вот до 60 градусов будет получаться... Это дуга будет меньше. А если альфа 60 градусов, то что здесь получится? 60. 90 минус альфа вала. То же получится 60. Получится равносторонняя терапия. Хорошо. Это самый меньший угол. Меньше 40 градусов, то есть, когда он был 180 градусов, то это... Но это был бы не треугольник, а градус. Вопрос, до чего мы можем доходить? А теперь... А теперь... 179 градусов... Да, в эту сторону. А самое минимальное значение... А вот это... Ну, что, например, по тратям? Если бы самый больший угол был меньше 60 градусов, то и средний... Два остальных тоже не были уменьшими. И в сути не получилось бы 180. Эта же картинка, на самом деле, все показывает. Этот угол у нас меняется от нуля до 60. А нет, 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 нет. Это только до 90 градусов. А этот угол будет от 60 до 90. Собственно, мы можем просто сделать самый больший угол здесь. Если он будет так и все. Дальше это будет 90 градусов. А знаете, что это за музыка? По-моему, это сочинение... Это было трио какого-то пропозитора. Может быть, Вилла Лобоса. В общем, какого-то известного пропозитора бразильского. В общем, существующие такие известные пропозиции. Да. После этого фирма Nokia Эта мелодию приобрела. И получила право в телефоне, когда делать звонку. А откуда я это знаю? Я видел запись концерта, который происходил так. Значит, там сидели люди, собрались в ту концерту. Там были исполнители, там было трио. После чего в зале у кого-то тоже зазвонил телефон. И, значит, они начали это играть. И удивительным образом эти товарищи, которые сидели за инструментами, подхватили эту мелодию. И сыграли целую часть этого самого трио. И это на самом деле есть какая-то, 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 неспективная. И вот настоящая. И немногие... Средний орган, числитель, надо больше от числитель до 180. Просто надо его вот так дальше раскрывать. И если 6-й, средний. Средний угол меньше 90 градусов. Так как если бы он был 90 градусов, то тогда и больше угол, то тогда второй угол тоже был бы 90 градусов. И получился на 180. И смотрите, уже ничего не оставалось. А здесь? Здесь тоже может быть 0 градусов. Потому что можно нарисовать такую картинку... Ну вот она даже нарисована. Здесь вот очень маленький угол какой-то. Да. И сейчас. И он здесь может вообще сделать вот такой угол. И тут будет очень маленький угол. То есть если мы хотим какой-нибудь маленький угол сделать средним, нужно второй угол сделать еще меньше. Вот на этой картинке видно, что второй угол можно сделать еще меньше. И он тоже получится. Хорошо. Ладно. Значит, давайте будем заправить.